В этом году с первым календарным днём зимы в 14-й раз дали старт декаде отечественной истории. Дворец книги, где находится Карамзинская библиотека, стал объединяющей площадкой для учёных, просветителей, педагогов, краеведов, студентов. Торжественное мероприятие «Слово о Карамзине» открыло декаду 2022 года. Сегодня для нашего региона знаменательное событие. Открывается декада отечественной истории. Этот марафон имеет очень тесную связь с Симбирским и Ульяновским краем, потому что, как мы знаем, последний историограф государства российского Николай Михайлович Карамзин был уроженцем нашего города Симбирск. Одним из значимых и ключевых событий декады станут карамзинские чтения, в рамках которых состоится всероссийский круглый стол Николай Михайлович Карамзин. Времён – связующая нить. В этом году мы не замахивались на конференцию, на всероссийскую научно-практическую, а получилось так, что очень много людей откликнулись, откликнулись люди из разных регионов. 33 доклада, только 33 выступления, и круглый стол плавно перерос в конференцию. Да, и одним днём мы, наверное, не ограничимся, и будет это 12 и 13. Ну, мы очень рады. Значит, есть люди, которым это интересно, не безразлично. Декада отечественной истории достигнет своей кульминации 12 декабря – в день отечественной истории, приуроченной ко дню рождения Николая Карамзина. В этот день вручат ежегодную премию в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». Инициатором её учреждения четверть века назад стала редакция журнала «Мономах» при непосредственном участии его главного редактора Ольги Георгиевне Шейпак. И за эти же годы было немало молодых людей, которые приходили ещё вот в вашем возрасте к нам с первыми публикациями, с лапенькими довольно публикациями. Но я видела, что это самое ценное, что может к нам прийти и должно быть опубликовано. Потому что это были небольшие воспоминания, листатьи близких родственников, рассказ о своей семье, о своём роде. И всё это уже тоже история. Во время декады отечественной истории можно познакомиться с выставкой «Остафьева», достопамятной для моего сердца, посвящённой Карамзину. Для Николая Михайловича, связанного родственными узами с князьями вяземскими, «Остафьева» стало особенным местом – творческой мастерской, где историк создал 8 из 12 томов истории государства российского и работал над запиской. Представленные на выставке копии архивных документов расскажут о процессе создания многотомного труда и об «Остафьеве» как о святилище русской истории.